Всем привет, дорогие друзья! Наконец-то мы собрались с вами. Наконец-то я вылез, снять для вас новый ролик. Сегодня у нас рыбалка по открытой воде. Наконец-то я открываю сезон. Но, к сожалению, погода ухудшилась. Сегодня 7 градусов, пошел уже дождь. Пасмурно сегодня очень сильно затянуто. Начал моросить дождь. Я надеюсь, он сильно не разойдется. Но, судя по облакам, еще и долбанет. Из наживки у меня червь, перловка, обычная и с примесью клюквы. То есть, клюквенный сироп. Будем тестировать. Прикормку взял, тоже шоколадного оттенка. Будем пытаться выловить карася. Вот слепил такие шарики, закатал. Сейчас будем локально закармливать. Дождик прекратился, слава богу. Немножко даже какие-то прояснения вон. Волна спала, гладь. Теперь ловить стало намного комфортней. Вот. Все, короче, как надо. Все идет, как хотелось бы. Так, друзья, мы начнем закармливать рыбку. Примерно здесь пару кинем. Сюда пару кинем. Ну, а это сюда. Я здесь плавал, на этом озере уже однажды. Вот. Плавал и днем, и ночью. Это озеро Зеркальное. Замечательное озеро. Здесь очень большие караси. Килограмм по полтора-два плавают. Я даже лично стрелял одного на килограмм. Вот. Замечательное озеро. Я поэтому вас сюда привел сегодня, чтобы попытаться наловить тех самых карасей. Именно в этой зоне я наблюдал скопление крупных карасей. Поэтому я примерно прикидывал, куда идти, где они кормятся, их местоположение. Вот. И буду пытаться их как бы отсюда вылавливать. Вот. И парочку сюда кинем так. Пусть закармливается. Сейчас будем уже потихоньку раскладываться, готовиться к рыбалке. Первым делом наши... Наши рогатицы. Не знаю, сейчас отрегулирую, наверное. Придется воду... Воду... Поднимем повыше. У меня небольшой комплект для рыбалки, на самом деле. Я люблю поплавочную ловлю. Фидера мне уже отошли как-то на второй план. Даже вообще, честно говоря, не особо нравится ловить на фидера. У меня постоянно, блин, катушки эти долбанные улетают. Я фрикцион забываю отстегивать. Я очень много терял катушек. Меня вообще в конце концов это задолбало. Я плюнул на этот вид ловли. И просто перестал ловить. Так, точки поставили. Спиннинг мне тоже ни хрена не удается наловить на спиннинг. Так, ну, садок доставать не буду. Да? Чего его мочить бестолку? Все равно еще ни хрена не поймали. Вот. Да и, честно говоря, я не за рыбой сегодня сюда пришел. Я пришел сюда отдохнуть. Вот. Как вот не думайте, что оправдывается или что-то в этом роде. Я реально очень сильно ждал этого момента, когда откроется вода, когда я приду на это замечательное озеро и сниму для вас ролик. Я ждал этого момента. И, слава богу, я дожил до весны, до открытой воды. Теперь я очень сильно хочу показать вам подводную охоту. Я уже, конечно, выкладывал ролики в этом плане. Но я еще раз хочу уже снять маленько с другой экипировкой. У меня дополнительный фонарь будет, попозже куплю. Вот. Тоже много денег уходит, поэтому все поступательно, постепенно. Удочки у меня обычные, самые дешманские, как и катушки. Поплавки тоже обычные. Леска у меня 0,16. Флюрокарбон. Крючки у меня 6 номер. Вот. Как бы, блин. Дешевая обычная удочка. У меня даже наконечник сделан. Сейчас покажу вам, наверное, камеру поближе, чтобы на камеру было видно. У меня даже наконечник, кольцо последнее, сделанное из проволоки. Наверное, вам видно. Может, не видно. Короче, сделанное из проволоки. Самоделку сделал. Не решил даже не заморачиваться, не покупать ничего. Так, сейчас выставим глубину примерно. Полтора метра здесь глубина, насколько мне не изменяет память. Вот. Первая удочка у нас готова. Глубина сделана. Еще одна удочка. Кстати, вот это моя любимая. Плавочек мне здесь нравится. Он такой ярко выделенный. Дальний такой. Замечательная атмосфера. Так, вообще удочка разбирается с конца, а не сначала. Чтоб удобно было, чтобы вот это не перебрасывать туда-сюда ее. Сука, катушка такая же. Пиздец катушки. Сука, представляете? Вот, катушка сломалась. Заебись, вообще красота. Фриксы он просто сломался. Началось, началось в колхозе утро. Вот как? Как вы делаете, я тебя не понимаю, как вы эти катушки делаете? Это ж просто шандец какой-то. Пиздец половил на две удочки называется. Чувствую, я и рыбки-то сегодня нормально ловлю. С таким началом. Да выкину че я нахуй на запчасти. Даже не пойдет. У меня всегда начало с приколами. Я уж тут даже запутался. В трех соснах. Ну ладно, че. Значит так надо. Ой, блядь. Отложим удочку. На тот случай, если этой удочке жопа придет. Так, наживка. Я говорю, червяки-то. Червяки. А, червяки. Я отсюда эту банку нафиг уберу. Отсюда брать буду. Че, ребят, начнем по классике с червей. Старые добрые красные черви. Вот они. Правда тут больше земли, а не червей. Червячок. Опа. Ща насадим. Страильник, конечно, блин, убавилось. С этой удочки, блин, долбанной. То как насаживать червя, я не знаю. Я вот так насажу. Черезобористый. Мне кажется, он уже карася поборет. О, червячок. Начнем ловить рыбу. А у меня, кстати, вот еще наживка. Перловочка. Это с клюквой. Прям клюквой пахнет. И обычная перловка. Ты-то хоть меня не подведешь. А то у него... А то я плюну все, переломаю и пойду домой нафиг. Опа. Вот у нас поплавочек встал. Все четко. Волна, конечно, просто дурная. Да, вам, наверное, плавков-то не видать. Ух ты, ёпта. Собака только рогатисти измазал. Наверное, глубину поменьше надо было сделать. Все время у меня так, блин. Закормил два места. Хотел на две удочки ловить. На две наживки, чтобы экспериментировать. А получилось вот так. Ловлю в итоге на одну. Уже от погоды зависит, от наживки зависит, от прикормки зависит, от многих факторов зависит успешная рыбалка. Что-то нифига не клюет у меня. Надо то ли глубину поменять, то ли наживку, то ли место. Куда-то я в траву закинул, походу. Надо глубину меньше сделать. Мне кажется, они не видят, а она в траве лежит. Наживка моя. Так вот сделаю поменьше глубину. Закину чуть-чуть дальше. Чуть-чуть правее. Вот так. Попытка не пытка. Волна опять разыгралась. Волна большая. Неудобно ловить. Я не вижу, что происходит. Тут полагаться только надо на хорошую поклевку, чтобы поплавок ушел. А мелкие поклевки ты не увидишь по такой волне. Погода она так-то подходящая для ловли. Пасмурно, прохладно. Вот. Волна вот единственное, мне не нравится. Карасин. Карасин хитрая рыба на самом деле. Хитрая. Он берет аккуратно. Ёп твои. Это что сейчас было? Щука что ли гоняет рыбу? Вот это всплеск был. Вот это был сейчас всплеск вон там. Щука гоняет рыбу. Кстати, здесь щука есть. Я видел здесь щуку. За камыш зацепилась собака. Сейчас вот как вот мне. Ничего. Блин. Надо рогатицу взять, дотянуться рогатицей. Перезакинул, блин, называется. Вот так. Всё, у меня тут всё запуталось, блядь. Вот так. Вот так. Да, вот она. Вот она собака. Да давай, ёп туетит. Сам у меня всё. Хрен дотянешься. Крючок-то сдрал. Ой, прям вообще зацепил. Я б точно порвал. Так. Надо поправить червя. Туда перебросим. Правее чуть-чуть. Карась почему-то молчит. Хотя, вот я туда прикормку бросил в ту, в то местность, в то, блядь, в то место. Там видать карась скопился. Может быть рыбка какая-нибудь. Тут и платва есть. Вот, может она там и гоняет эту рыбу как раз. Жду не дождусь уже подводной охоты. Сука, утягивает его влево постоянно и всё. Хоть ты тресни. Начал забрасывать вдаль. Нифига, что-то не клюёт. У меня уже поплавок, я не знаю. Как лягушка-путешественница. С правого края влево бегает. Плывёт, вернее. Утягивает его ветром постоянно. Для меня это, конечно, очень неудобно. Сейчас опять бы не зацепиться. Блядь, да что ты, сука, а? Давай, отцепляйся. Так, я думаю попробовать на перловку. Потому что червяк ни хрена не клюёт. А я, кстати, вот шёл там же вот берег. А за берегом течёт речка Ака. Вот я вдоль её шёл, разлился. Разлив большой у неё. Сейчас весна, паводки. Сильно она разлилась, однако. Там ребята, кстати, тоже рыбу ловят. Псорожку, может, какую-нибудь. Да там до хрена, что бакет плавает. Но они видишь, и на федера ловят. И на поплавок, по всей видимости. Думаю, чё-то тяну, траву тяну. Вот я сегодня наловил, ребята. Травушку, муравушку, салат буду делать. Чё-то вообще голяк. То ли я пришёл поздно, то ли хрен знает. О, я сегодня целый день траву и палки ловлю, ребята. Целый день. Трава и палки. Что же мне так везёт? Сегодня, видать, не карасиный день. Иначе я это не могу как-то охарактеризовать. Просто не карасиный день и всё. Опа, забросим подальше, посмотрим. Ну что, дорогие друзья. Половил я ещё часок. К сожалению, наша рыбалка подходит к концу. Сегодня что-то не карасиный день. Да и уже к обеду дело. А, как правило, в обед не особо клюёт. Будем выбирать дни потеплее. Чтоб погода получше была. Хорошо сегодня дождь, конечно, не сорвался. Вот. Но зато мы с вами немного провели время. Отдохнули, так сказать. Вот. Скоро пойду в лес, в поход. Тестировать новые консервы для вас. Какие и откуда, останется маленькой тайной. Позже узнаете. Спасибо всем тем, кто меня смотрит. Кто забегает в гости на мой канал. Вот. Вот. Очень благодарен вам. Прошлый ролик хорошо набрал активность. И для меня это послужило хорошей мотивацией. Улучшил немного качество. Вот. Снимаю сейчас на другой смартфон. Для вас, чтобы вам было интересно. Смотрите приятней. Вот. Так что до новых встреч, ребята. Очень много интересных, увлекательных историй. Нас ждет впереди на канале Там, где я. Вот. Всем пока. До новых встреч. До еще. Пока. Пока. Пока.